Ученый по фамилии Скук в 1976 году впервые осуществил пересадку над хрящницей И обнаружил, что ее можно пересаживать, она не умирает и не отторгается В дальнейшем было открыто, что матрикс хрящевой ткани пропускает только газы и низкомолекулярные соединения и жидкости Поэтому ни клетки, ни тем более иммунокомпетентные клетки, ни большие белки эффекторные, которые могут оказывать различные эффекты Агрессивные, они туда просто не проникают Поэтому образуется очень много всегда хрящевой ткани Коллаген в матриксе хрящевой ткани занимает порядка 50-70% Вот так выглядит волокно коллагена Туда входят сульфатированные гликозами на гликаны Преимущество хондритина сульфат Изомерное соединение это кератан сульфат Он более уже структурирован И очень много-много коллагеновой гиалуроновой кислоты Средняя толщина волокна составляет примерно 16 микрон В структуре хрящевой и костной ткани волокна коллагена имеют разную организацию и структурность более мелкую Спирали коллагенового белка называются тропоколлагены Так вот в случае хрящевой ткани все эти три тропоколлагена представлены альфа-спиралями Они имеют одно направление и расположены параллельно друг к другу В случае хрящевой ткани две краевые тропоколлагеновые спирали расположены также параллельно друг к другу А одна спираль окручивает их по диагонали под углом Что и придает костной ткани такую сравнительную более прочность, как камень Также есть бета-структура, это коллагеновые волокна, которые соединяют между собой единую структуру коллагеновое волокно Ну и альфа-цепей, да, соответственно 75% сырого вещества состоит также из тканевой жидкости Но поскольку глюкозамин и гликаны все сульфатированы, то они образуют по сути хилатный комплекс с минеральными компонентами И это все превращается в виде студни по большому счету, а не геля Потому что гель это раствор жидкости, газа в жидкости, а студень это твердое вещество в жидкости И вот это по сути свои истинные студень Волокна коллагена у хряща обычно тоньше, конечно же, чем в костной ткани Это обусловлено и функциональными особенностями Их толщина составляет обычно от 10 до 100 нанометров в диаметре Это хрящ гортани цыпленка Мы можем наблюдать здесь очень много хроматина Вот эти черные участки, это активные участки Это говорит о том, что клетка молодая, она активно развивается Еда очень большая у клетки Идет активный синтез ризобосомальных и ферментов, и белков на рибосомах, и РНК Поэтому в дальнейшем клетка будет активно дифференцироваться Именно РНК ответственна за это РНК определяет фенотипические показатели Внешние, уже конечного организма или клеток В плотной мизенхиме обычно нет капилляров, поэтому их нет и в хряще То есть при клетке предшественники, из которых образуется хрящ Также не содержат сосудов А питание хряща происходит за счет жидкости Матрикса Поскольку обеспечивается отличная диффузия То клетки питаются, они жизнеспособны и здоровы В костной ткани такого механизма нет Потому что происходит моментальная минерализация межклеточного вещества По мере созревания клеток остеобластов и формирования остеоцитов И нет способности передавать газы Но поскольку все клетки костной ткани плазматическими отростками Соединены в одну единую большую сеть То присутствует канальцевый транспорт Который также переносит жидкости и газы аналогично к хрящевой ткани На данном гистологическом препарате Мы видим организованную уже компактную костную ткань Об этом нам говорит наличие гаверсовых сосудов В гаверсовом канале сосудов кровеносных Вот мы видим их везде И также мы видим строгую организацию гаверсовых систем Которые являются структурной единицей компактной кости В дальнейшем хрящ в определенных условиях Если питание отсутствует То есть у нас нет питающего сосуда вблизи расположенного хряща Это может опять же по разным причинам происходить Он кальцинируется и по сути умирает Его межклеточное вещество активно насыщается кальцием И за счет этого перестает передаваться жидкости и газы И по сути клетка умирает Лак у нас освобождается И на ее месте может либо образовываться ничего То есть идет лизис этого матрикса Либо на ее месте может образовываться кость Как происходит в норме при развитии трубчатых костей Поскольку там идет образование кости Именно из кальцинированного хряща вторичным методом Поэтому при пересадке хряща не происходит его рассасывание И если есть питающая ткань, то эта структура остается На этом основано очень много пластических операций Например в косметической хирургии Когда мы используем хрящ в том числе гомологичный Как доказали исследования Можем пересаживать от одного человека к другому И не происходит отторжение хряща Они не убиваются собственными клетками Опять же повторюсь, потому что они просто элементарно не проходят туда А матрикс передает только низкомолекулярные соединения Это газы и жидкость На схеме и на гистологическом препарате Изображен процесс уже зрелого хряща Где наблюдаются зоны активного кальцинирования И клетки, как вы видите, становятся более округлыми Из плоских И в дальнейшем кальцинируются И клетки совершенно умирают Поэтому можем четко дифференцировать Как выглядит хрящ Начиная с зоны волокнистой Затем активно пролиферирующей В дальнейшем зона созревания Зона гипертрофии клеток хряща И в дальнейшем кальцификация И вот здесь мы наблюдаем процесс осификации хряща Это скорее всего хрящ, который, например Либо головки бедра, либо крупной трубчатой кости В краевой зоне Костная ткань Костная ткань, конечно же, также состоит из клеток и межклеточного вещества Межклеточное вещество кости более плотное Оно более характерно окрашивается Клетки имеют характерную форму округлую И в минерализованном и деминерализованном состоянии Выглядит совершенно по-разному Вот так выглядит покоящаяся надкосница Потому что, в первую очередь, будем уделять внимание именно ей Обычно это тонкая полосочка Одного, двух или, в крайнем случае, трех слоев клеток Покоящихся, не пролиферирующих активно Очень базофильных Они окрашиваются в темные цвета обычно Поскольку имеют очень большой потенциал К росту, дифференциации и развитию Это участок минерализованной кости Поэтому мы здесь не видим контакты и соединения Мы видим четко лакуны Минерализованные И внутри лежащие клетки Здесь они более сплющены, поскольку активно дифференцируются Здесь они уже более округлые И отделены друг от друга На определенную величину И волокнистый слоен представлен также клетками фибробластами Которые лежат среди пучков коллагеновых волокон Эластином и так далее И имеют межклеточное вещество с растворенной гиалуроновой кислотой И глюкозами на гликане Матрикс костной ткани построен из коллагеновых волокон И аморфного компонента всегда При проведении сканирующей микроскопии Мы можем выделять эти волокна коллагена Они достаточно характерны По форме видны очень хорошо Как в минерализованном состоянии, так и в деминерализованном Здесь также изображена надкостница Уже активно пролиферирующая Об этом нам может говорить несколько причин Первое Ну это фиброзный слой Да уже вы начинаете все Начинаем читать гистологию Вот с этого слайда все все понимают Значит Это слой волокнистый Это слой клеток активно пролиферирующий Мы видим, что он утолщается А здесь Вновь образующиеся остеобласты Выстилают внутренние полости тробекул Это губчатая костная ткань Она образуется в первую очередь Она имеет характерные полости Которые могут быть заполнены Либо жиром Либо костным мозгом Либо рыхлоосъединительной тканью Потому что она еще не до конца перестроилась И вот эти все полости внутри Обязательно выстилают остеогенные клетки Но поскольку для них В учебнике написано снаружи Но поскольку для них снаружи По сути является внутри Этот термин при переводе Был неправильно переведен с английского языка И потерял смысл И все думают о том, что кость только снаружи покрыта А внутри нет А на самом деле это не так Конечно же все тробекулы Выстилают внутри остеогенные клетки Вот это мезонхимальная клетка Которая является клеткой Предшественницей Крещевой ткани Косной ткани Или Эндотелиальной ткани В том случае Если Процесс идет дальше В дальнейшем Она превратится в клетки Остеогенные клетки Предшественницы В дальнейшем Остеобласты незрелые Созреют и превратится В остеоциты При наличии Сосудистого питания Если Сосудистого питания не будет То одна и та же клетка На той же поверхности Кости Даст хрящ Который в дальнейшем Кальцинируется Поскольку Недостаточно питания И вторично уже Когда придут сосуды туда Он может снова превратиться в кость На чем основан метод Образования Вот этой Предкости И третье направление Конечно же может дать все Абсолютно клетки Кровяной линии И клетки эндотелиальные Поскольку Костная ткань И костный матрикс Является Хорошим окружением Для роста сосудов То образование Этих тканей Обычно происходит Параллельно Сначала образуются Костные клетки Если клеток кости Достаточно То тут сразу же Образуются сосуды В любой свободной области В строме Аналогичная картина Мы видим сплющенный Вытянутый остеобласт Очень характерно Крачивающийся В темный цвет Мы видим Межклеточное вещество Мертвое Здесь нет клеток Тут одно Межклеточное вещество Вот клетки остались Вот это клетки Сплющенные тоже Это остеобласты И вот остеобласты Которые выстилают Внутреннюю поверхность Трабекула Как выглядит кость В минерализованном состоянии На препаратах И в деминерализованном Первое Это кость в минерализованном состоянии Мы не видим Канальцевый транспорт Компактная кость Для начала Крупный гаверцевый канал С сосудом кровеносным И отдельные клетки Которые расположены В лакунах У них нет округлую форму Это что говорит Об их зрелости Это уже компактная кость Хорошо и давно сформирована При доминерализации той же кости И повторном проведении Исследования гистологического Мы видим совершенно другую картину Мы видим клетки Вытянутые В лакунах Лежащие Вокруг гаверцевого канала А также соединенные В единую сеть Плотную Канальцевым транспортом Именно этот Канальцевый транспорт Обеспечивает На ранних сроках Поддержание Образование Новой кости Поскольку Клетки мезонхимальные Которые приходят Они соединяются С живыми клетками Путем канальцевого транспорта И потом по мере синтеза Матрикса Вокруг себя Во все стороны Именно Эти контакты Плазматические Они ограничивают Межклеточное вещество Создавая очень плотный Запечатанный Такой Контакт Всех клеток В одно целое Возьмите Возьмите Продолжение следует... Продолжение следует...